На сегодняшний день выбор имплантов огромен, и в этом, наверное, можно запутаться. На своих консультациях я прошу пациентов объяснить мне, что они хотят получить, потому что правильно подобрав имплант, мы можем получить желаемую форму. И не значит, что круглый имплант даст плохой результат, а анатомический имплант даст идеальный результат. Это неправильная мысль. Можно с помощью любого импланта получить желаемый результат. Главное правильно понимать, что ты хочешь получить. Допустим, анатомические импланты я чаще использую для установки у худеньких пациенток, чтобы получить анатомическую природную форму груди. Если у женщины есть своя грудь, то можно с помощью круглого импланта получить такую же красивую анатомическую форму, как и при установке анатомического импланта. Или если я делаю подтяжку, то чаще я тоже использую круглые импланты, потому что хочется получить больше объема в верхнем полюсе. Также круглые импланты я использую тогда, когда девушка хочет получить эффект пушапа, чтобы верхний склон груди был более наполненным. Очень большое многообразие покрытий импланта, которые позволяют выбрать оптимальный результат. Есть импланты, которые срастаются тканями человека. Есть импланты, которые не срастаются. Все это нужно тщательно обсуждать и подбирать под каждый конкретный случай, под каждого человека, под его анатомические особенности, под его образ жизни. Поэтому я всегда предлагаю пациентам вместе со мной участвовать в подборе имплантов. Я больше в своей практике использую фирму Политех, потому что у них огромный выбор имплантов с разными поверхностями, с разными формами и с разной текстурой. Вот все эти особенности имплантов, особенности анатомии человека, мы обсуждаем с моими пациентами на консультации, для того, чтобы правильно вместе подобрать имплант.